В рамках проведения Дней культуры Пермского края в Республике Крым на Керченский полуостров в Ленинский район в село Семисотку прибыла большая делегация жителей города Перми во главе с министром культуры, председателем военно-исторического общества Пермского края Игорем Гладневым, чтобы почтить память земляка Героя Советского Союза, лётчика-подполковника Михаила Андреевича Федосеева, участника сражений Крымского фронта. По доброй старой традиции дорогих гостей встретились с хлебом и солью. Пермяки с благодарностью приняли каравай в знак доброй и долгой дружбы. На торжественном митинге, посвященном памяти Героя Советского Союза, подполковника Михаила Федосеева, командира 247-го истребительного авиационного полка 72-й истребительной авиационной дивизии 51-й армии Крымского фронта, выступил заместитель председателя районного совета Сергей Шумский. Сегодня над нами мирное небо и мы собрались здесь для того, чтобы вспомнить о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Мы собрались для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой собственной жизни освободил мир от фашизма. Своей жизнью мы обязаны тем, кто выстоял в этой войне и спас весь мир и человечество. А также мы сегодня должны отдать дань памяти Герою Советскому Союза, летчику из Перми, который воевал на нашей земле, который погиб и сейчас похоронен в этом селе. С приветственными словами к гостям из Пермского края обратился первый заместитель главы администрации Ленинского района Александр Хохлов. Администрация района много прикладывает усилий для того, чтобы поднять уровень военно-патриотического воспитания населения района. Вы знаете, что акманайские позиции усеяны еще очень многими останками воинов, которые сражались на этой земле. Многие из них еще не имеют имени, но я надеюсь, благодаря работе поисковым отрядам имена героев восстановятся. Директор Музея истории Ленинского района Николай Рак зачитал обращение к жителям Пермского края Российской Федерации. Жителям города Пермь, Пермского края Российской Федерации, обращение, дорогие друзья и соотечественники. От имени жителей Ленинского района Республики Крым мы обращаемся к вам, землякам, героя Советского Союза, подполковника Федосеева Михаила Андреевича, командира 247-го истребительного авиационного полка 72-й истребительной авиационной дивизии Крымского фронта, защитника Керченского полуострова, погибшего 23 марта 1942 года в неравном воздушном бою в небе Восточного Крыма над Акманайскими позициями. Биография офицера Михаила Андреевича Федосеева – яркий пример верного служения своему народу и отчизне, выполнения интернационального долга, умелого командования подчиненными в боевых условиях, бесстрашия и самоотверженности уничтожения врага, посягнувшего на наши священные рубежи. Земля и народ Пермского края воспитали храброго командира рабоче-крестьянской Красной Армии, патриота и гражданина, который честно и до конца исполнил свой воинский долг, остался верен военной присяге, защищая от врага территорию Крымской АССР, как составную часть Союза Советских Социалистических Республик. Военный летчик Федосеев, лично сбивший в воздушных боях 25 самолетов противника, навсегда породнился с Крымским полуостровом, Ленинским районом и селом Семисотка, откуда он в марте 1942 года улетел в бессмертие, и где ему на воинском кладбище благодарные представители послевоенного поколения крымчан открыли надгробный памятник. Уверены, что войдя навсегда в марте 2014 года в состав Великой России жители Крыма найдут взаимопонимание и поддержку во всех регионах Российской Федерации. Пусть нас навсегда объединяет святая тема Великой Отечественной войны. С уважением к вам и светлой памяти героя Советского Союза, подполковника Федосеева Михаила Андреевича, председатель Ленинского районного совета Алексей Николаевич Новиков, глава администрации Ленинского района Александр Дмитриевич Мачуски, глава администрации Семисотского сельского поселения Александр Васильевич Никонков, село Семисотка, 26 сентября 2016 года. Обращение к ветеранам войны и труда Пермского края зачитала председатель Ленинской районной общественной организации социальной поддержки ветеранов войны и труда, военной службы и правоохранительных органов Екатерина Хариановская. Дорогие ветераны города Пермь, от имени ветеранов Ленинского района Республики Крым мы обращаемся к вам, землякам героя Советского Союза, подполковника Михаила Андреевича Федосеева, командира 247-го истребительного авиаполка Крымского фронта, погибшего в неравном воздушном бою в марте 1942 года и навсегда оставшегося в памяти благодарных жителей легендарного Ленинского района. Глава администрации Семисотского сельского поселения Александр Никонков вручил министру культуры Пермского края капсулу Семисотской землей. Гость торжественного и памятного мероприятия поблагодарил жителей села, района и полуострова за высокий патриотизм продемонстрированный период Крымской весны. Добрый день, дорогие товарищи, друзья, братья и сестры! Наша делегация с 22 сентября присутствует на благословенной земле Крыма. В Симферополе, Севастополе и здесь, в Керчи. Для нас большая честь присутствовать здесь и быть вместе с вами. Для нас большая честь и гордость осознавать, что герои и подвиги, которые связывают нас, являются живой нитью, которую связывают наши поколения, наши народы, наши субъекты Российской Федерации. Высоко поднятое победное знамя во время победы над самым страшным врагом человечества, фашизмом, по-прежнему гордо реет над нашей державой. Вечная слава и вечная память героям, тем, кто своим примером, своим служением, своей гордой жизнью и благородным подвигом укрепили наше государство, сделали все для того, чтобы жили дети, внуки и правнуки, чтобы не прерывалась нить нашей исторической памяти, чтобы каждый осознавал, что самое святое, что есть у нас, это наша держава, наше Отечество, наш непобедимый народ и наша святая вера в то, что держава и народ, и Бог с нами. Я сердечно благодарен и от лица правительства Пермского края сегодня приветствую всех вас, передаю привет от всего прикамского народа. Я передаю привет от многочисленных патриотических клубов, от тех, кто сегодня эстафетную палочку гордого подвига продолжает и у нас в Прикамье. Я сегодня сердечно благодарю прежде всего ветеранов, которые своей судьбой доказали и продемонстрировали, что труд, подвиг, честность и достоинство является самым высшим предназначением человека. Я сердечно приветствую и благодарю руководителей вашего муниципального образования. Я благодарен тем, кто сегодня с оружием в руках, в ополчении защищает и защищал и будет защищать честь независимости и гордость нашего государства. Я благодарен всем крымчанам за пример, который вы продемонстрировали всему миру. И для нас высокая честь сегодня учиться у вас. Учиться пониманию единства, ценности и цельности нашего государства. Пониманию того, что самое святое, что у нас есть, это наша держава, наш народ и наша вера. Низкий вам поклон. Дай Бог, чтобы наша Россия процветала. Дай Бог, чтобы были счастливы наши дети, внуки и правнуки во всех последующих поколениях. Дай Бог, чтобы вы были достойны великого подвига наших героев. Да здравствует победа! Да здравствует Крым! Да здравствует Россия! Ура! Перед присутствующими выступил Пермский губернский оркестр. Танцевальный коллектив «Этюд» Семисоцкого СДК. Иван Падалко исполнил песню «Прими, солдат, поклон земной». К нам в 45-м, прими, солдат, поклон земной и благодарность и слова. Также в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Ленинского района Олег Попов, настоятель храма святого Иоанна Кронштадтского, отец Ростислав, секретарь фонда содействия увековечению памяти подвига народного ополчения, память о народном ополчении Тимур Пустынин, ленинский отдел полка народного ополчения Республики Крым, казаки станицы Ленинская, ветераны, школьники, жители села, общественность и пресса. Индивидуальный предприниматель Михаил Сильченко за свой счет установил новый памятник Михаилу Андреевичу Федосееву. По окончании мероприятия в память о павших героях была объявлена минута молчания. После минуты молчания все присутствующие прошли к воинскому погосту для возложения цветов и венков. Министр культуры Пермского края Игорь Гладнев воссоединил родную землю Пермского края с могилой похороненного в нашей земле Михаила Андреевича Федосеева.